Анатолий Рудаков уже не первый раз приезжает в Саров для встречи с педагогами. В этот раз он рассказал о том, как нашу молодежь вовлекают в экстремистскую деятельность, как можно этому противостоять и на что обратить внимание при работе с подростками. Особо эксперт отметил признаки, которые должны насторожить родителей и учителей. Например, на теле ребенка появляются шрамы, или он замыкается в себе, не общается ни с кем в реальной жизни, но очень много времени проводит за перепиской в интернете. Съемки с высоты крыши Рудаков, то есть это все будут признаки. Он приводит свои дела в порядок, то есть исправляет оценки, меряется с кем-то. То есть это тоже, вот эти все признаки, что... Подробный эксперт рассказал о растущей волне национализма и нетерпимости в молодежной среде. Детей склоняют к борьбе с системой, с государством призывают бороться с властью. Зачастую манипуляторы находят своих жертв в интернете. Младых людей вовлекают в игру, главный лозунг которой – ломая систему. Инструкция по совершению диверсии на железной дороге. Дорога – это элемент системы, поэтому нанеси ущерб. И там инструкция, каким образом подростковых сил хватит для того, чтобы нанести некий урон. И там не предлагается собирать взрывное устройство. Сегодня никто не предлагает ничего доставать, предлагают действовать другим способом. Особое внимание нужно уделить подросткам, которые растут в неполных семьях или имеют какие-то психические отклонения. И очень важно не упустить тот момент, когда ребенок уже готов пройти точку невозврата. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.